Итоги деятельности Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году подвели в Черкесске на расширенном совещании МЧС. Также сотрудников ведомства наградили юбилейными медалями 100-летия образования Карачаева-Черкесии. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открывая мероприятие для всех участников, был организован просмотр ролика об итогах деятельности Карачаева-Черкесской территориальной подсистемы РСЧС в ушедшем году. После чего главный федеральный инспектор республики Игорь Дральщиков высоко оценил работу подразделения МЧС России по Карачаево-Черкесии и подчеркнул, что необходимо и также в этом году уделить внимание взаимодействию с другими структурами. Хотелось бы обратить внимание и сказать отдельное спасибо за ту работу, которую вы проводите в части обеспечения безопасности на курортах наших. Вы знаете, что огромный турпоток пользуется спросом в наши курорты. Люди едут, отдыхают, чтобы обеспечить комфортное их пребывание и безопасное их пребывание. Ваша работа тоже отмечается с положительной стороны. После с итоговым докладом выступил начальник управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко. Он отметил проводимую работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в республике. Руководитель ведомства выразил также благодарность всем подразделениям и ведомствам, которые принимают активное участие по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. В 2022 году спланировано и проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС, более 960 мероприятий оперативной подготовки различного уровня. В 2022 году на территории республики произошли две чрезвычайные ситуации, в которых пострадало более 1 тысячи человек, к счастью, без погибших. Ущерб составил более 20 миллионов рублей. Кроме того, зарегистрировано 5 социально значимых происшествий, что на 54% меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем они имели свой общественный резонанс. Также об итогах работы Республиканского центра медицинных катастроф и скорой медицинской помощи выступил директор Анзор Охтов. Высокий профессионализм показали работники скорой помощи, которые в период пандемии выезжали на вызовы и оказывали помощь пациентам. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2019 году было осуществлено объединение службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф в одно юридическое лицо. Что позволило успешно использовать общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. Особенно положительный эффект от присоединения ощутился в период пандемии новой коронавирусной инфекции. После первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хазар Чекуев поблагодарил сотрудников МЧС за проводимую работу по обеспечению безопасности. Также он наградил благодарственными письмами главы Республики работников подразделения МЧС, а ветеранов ведомства медалями 100 лет образования Карачаева Черкесии. Должен сказать, что, конечно, мы трудились, мы закладывали основы, мы принимали нормативы, правовые акты, то есть мы уже дали дорогу тем, кто пришел после нас. И, конечно, очень приятно, что, несмотря на то, что я уже пенсионер Министерства обороны долгое время, чтобы не забыли от имени правительства, поздравили с этой наградой. Спасибо, что не забывают ветеранов. Также благодарственными письмами были отмечены представители общественности. Альхан Ипшоков, Олег Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия.